Привет, Олечки! У нас такая тишина, и только птички поют. И все замолчали. Они что, знают? Надеюсь, что их слышно. И солнечно. Сегодня вообще чудесная погода. Муж говорит, ну вот, вчера ездил на объект, и был дождик весь день. А сегодня какая красота. Хотя 3 градуса всего лишь, но мне очень тепло. Вот солнце, на солнце очень греет. Прям так удивительно. То есть 3 градуса зимой и 3 градуса весной. Утром это совершенно разные вещи. Вот, в телеграмм поснимала. Хочу и с вами поделиться, как все зацвело на солнышке. Вот стоило только с тучком уйти. И смотрите, как красиво быстро стало. Вот, магнолия скоро зацветет вся. Такая вот она красивая. Но мусора с нее много. Сейчас покажу еще. Вот у меня тут гиацинты начинают свистеть. Даже сквозь камни прорастают. Вон они. Красавчики. Вон еще даже подснежник один живой. А там, вон, видите, это вот шишечки. Это, как их, господи, пионы. Так что скоро-скоро все. А вот еще гиацинтики у меня, видите? И птички поют. А это вот, смотрите, айва. Я не знаю, это листики у нее или этот цвет она набирает. Она у меня первый год. Вот осенью сажала. Там, кто у меня на ютубе давно, а же все видели. И вот она дала листики, прижилась. А это вот абрикос. Живой пережил. Морозец небольшой. И цветет. Помните, я рассказывала вот про эту мыльницу, да? У меня мыло кончилось. И теперь я хочу попробовать сделать, вот как показывали в интернете, в горячую воду опустить вот эту крышку и снять ее. И наполнить другим жидким мылом. Еще я хочу снять вот эти вот наклеечки. Надеюсь, у меня это получится. Наклейки смогла убрать. Ну, я их оторвала. И потом буквально вот губкой обычной, вот этой жесткой стороной с мылом, и все отмылось. Они вот нормальные, не клейкие. Теперь будем снимать вот эту крышку. Подержала вот в ковшике в горячей воде. И у меня получилось. Сначала попробовала, не пошло. А потом все-таки надо подольше подержать. Она снимается. Здесь вот такое вот крепление. Вот. Потом оно все обратно защелкивается. И все. Сейчас наполню мылом. И заново можно пользоваться. Ну вот, все у меня получилось. Возможно, у вас возникнет вопрос, зачем я это делаю. Я объясню. Пузыречек вот этого мыла, вот этот 250 миллилитров, он стоит 2,39. Вот такое вот жидкое мыло у нас стоит 2 евро, 39 центов. Вот этот пакетик стоит здесь, причем объем 500 миллилитров, он стоит 65 центов. Вот и подумайте, для чего я это делаю. Сегодня сын приедет, и я хочу сделать лазанью овощную. Для этого я сейчас хочу уже потушить овощи. А когда он мне напишет, во сколько он выезжает, то тогда я уже соберу лазанью и поставлю ее в духовку. У меня для этого вот замороженная капуста, морковь также, один средний такой кабачок, вот он чуть больше моей руки, один большой такой хороший перец, средняя, так скажем, луковица и банка кукурузы. Капусту и морковь я не размораживаю, я прям включаю вот плиту, масло наливаю и прям выкладываю и начинаю жарить. Потом вот вы увидите, что капуста будет абсолютно выглядеть нормально, как обычная нормальная свежая капуста. Ну вот как у меня выглядит морковка с капустой, они растаяли, немножечко уже начинают обжариваться. И теперь я постепенно, вот например, порезала лук, положила туда в сковородку и так вот все по очереди режу и кладу, и пускай оно все там постепенно тушится. Вот так вот красиво выглядит все у меня. Теперь у меня все овощи, они так притушились, не обязательно, чтобы они прям полностью протушились, были готовы, потому что это же будет еще готовиться в духовке. Вот я уже посолила и теперь уже практически в самом конце я добавляю у меня вот такая вот аджика, она написана острая, но она больше ароматная, чем острая. И вот у меня еще есть остренький вот такой красный, вот тоже как аджика, вот перчик. Вот сначала и томатную пасту, вот, вот это я сейчас добавлю, перемешаю и потом добавлю кукурузу, она у меня прям с соком, вот и все перемешаю, и все готово. Вот как красиво получилось, а пахнет обалденно. Для соуса бешамель я беру 100 грамм сливочного масла, 4 столовые ложки прям с большой горкой муки, литр молока и еще мускатный орех и соль. Сейчас я разогреваю масло и теперь добавляю по одной ложке муки, прям с хорошей такой большой горкой. Одну ложку добавила, перемешала, потом следующую ложку. Должна получиться прям вот такая вот густая масса. Вся мука вот у меня, видите, она перемешалась, соединилась с маслом, но должно быть прям так вот густо. Теперь я добавляю сюда молоко, но огонь нужно убавить. Молоко не все сразу прям, ну так и не по капельке, а прям так, ну вот видите сколько у меня сейчас, да? Просто самое главное, чтобы размешать, вот эти вот, разбить все вот эти комочки, чтобы разошлось все хорошенечко. Когда у меня вот полностью все вот растворилось, комочков здесь не осталось. Это я делала все, ну где-то наполовину убавляла. И теперь я могу посолить, добавить мускатный орех и прибавляю уже максимальную, максимальный огонь и до загустения. Чуть-чуть загустеет и можно выключать. Когда я бешамель делаю, то я постоянно его помешиваю. Вот смотрите, какой консистенции вот он получается. То есть как жидкая манка или я не знаю, как кефир. И вот теперь все, но никогда не отходите, не оставляйте его, лучше все время вот так вот помешивать, чтобы контролировать, какая густота. Потом обязательно нужно с огня его убрать. И он уже готов, все, теперь собираем лазанью. На дно я совсем немножечко кладу овощей, потом я кладу листы лазаньи, можно вот так вот немножечко внахлёст, ничего страшного. А теперь соус бешамель. Просто поливаю, как бы вот, чтобы, ну таким, как сказать, чтобы покрыто было, да, таким вот слоем. Потом опять овощи, лазанья, бешамель. И все вот так вот чередуем все. Вот я выложила последний слой овощей. Теперь кладу уже поверх этого слоя лазанью. Все, это как бы уже будут вот заключительные слои такие. Вот, выливаю остатки соуса бешамель и сверху посыпаю тертым сыром. У меня форма такая достаточно большая, я даже не знаю, как ее показать. У меня, в общем, здесь 250 грамм сыра. И ставлю в холодную духовку, потом я ее включаю на 180 градусов примерно на час. И все, и запекается. Ну все, лазанья готовится, а я отдыхаю. В общем, устала. Вот. И жду сына. Приедут завтра еще дочка с другом. Планирую блинчики с творогом и с мясом. Ну, с фаршем. Ни разу с фаршем не делала. Раньше делали с вареным мясом. А с фаршем я даже не представляю, как они получатся. Но попробую. Вот. А на сегодня уже все. Силы кончились. Так что у меня выходные и буду общаться с детками. Меня это прям очень радует. Вот. И желаю вам тоже хороших выходных, чтобы у вас было прям чудесное настроение, насколько это возможно. И пусть у вас все будет хорошо. Спасибо.